А, кстати, один вопрос. Вы всегда говорите про хучалинской резни. Хучалинской резни, да, говорите, якобы? Я говорю, якобы, ты скажешь, нет, точно такое было. Разносторонние интерпретации есть. Разные авторы по-разному пишут. С тобой даже не могу спорить, потому что вот источники, что сейчас прориси, не могу и не знаю. Но, Камран, я живу в армии, да, многими общаюсь. У кого-то дядя, у кого-то отец, у кого-то, не знаю, старший брат воевали в Карабахе. Я ни у кого не слышал, что кто-то гордился, сказал, знаешь, я турка убил. Мы, знаешь, мы столько турков убили. Если бы такое было, кто-то сказал, да, хвастался. Или я логически выбор делаю. Или из этого можно выбор делить, что или такого не было, даже если бы там такое малое количество. Малое количество. Что это резню сказать? Просто говорю, не хочу слишком углубляться, потому что ты мне будешь навалом там со своей стороны факты, не знаю, какие-то газеты, какие-то заявления. У меня ничего нету. У меня ничего нету. Я просто так обитатель. Могу ответить? Могу ответить? Обитатель. Обычный обитатель. Ты же блогер, ты же занимаешься конкретно этой темой, подготавливаешься. Это твой труд, это твоя работа. А я дилетант. Отвечаю, походжало. Итак, журнал «Карабахский экспресс» от 2007 года. Выпускался? Там нет. Карабахский экспресс. И здесь большое интервью, называется «Свадьба в горах». Интервью генерала Тедевосяна по прозвищу «Командос». Ну, вы знаете. Да, да, да. Конечно. И на первой же странице написано. В таком случае, начнем издалека. После освобождения Ходжалу противник Шуши еще более активизировался. То есть, генерал пишет, что они освободили Ходжалу. Ходжалу не был военным городком. Там не было военных казарм. Там жили просто мирные жители. И более 600 из них погибли и похоронены в Азербайджане, в Агдаме. То есть, у нас нету полутора миллиона жертв. Как вы говорите, у вас был геноцид. Но при этом более 600 человек мы похоронили. Значит, наш Ходжалу с шестистами неправда. А ваш полутора миллионный без одной могилы правда. Так получается. У меня есть доказательства из вашей же книги. Но вам опять не доказать. Камран, там что я говорю. У меня, если по этому тему хочешь, по этой теме, я могу со своей стороны смотреть. Подготовиться к этой теме. Я сейчас не опровергаю ни минус, ни плюс, ничего не говорю. Потому что у тебя, вот ты подготовленный пришел к этому разговору. Я нет. Вот, посмотри, вот аргумент проведешь. У вас нет ни одного могилы по поводу геноцида армян. Геноцида армян произошел и самой западной Армении, или вы скажите, восточная Анатолия. Как хотите, вы сами скажите. Если будем спорить об этом, наше время уйдет только на это. Поэтому не хочу спорить. Я скажу вас, западная Армения, или скажите, восточная Анатолия, или Турция. Ваши права. Он произошел в этих сирийских пустынях. Кто им давал вообще возможность взять и копать? А то, что если случилось в Аджалу, если случился в Аджалу, могли бы перенести 50-30 километров оттуда в Азербайджан, в Мазирику, в Азербайджан, в Кубакавая. Ну, и похоронить. Откуда нам найти миллион? Люди умирали как? Ну, плохое слово. Во-первых, Турция для вас открыла все архивы. Во-вторых, Титаник затонул посреди океана, среди ледников. Из полутора тысяч жертв 333 тела достали и похоронили. То есть, с Титаника, который в 1912 году, за три года до событий геноцида, как говорится, затонул, 333 тела похоронили. То есть, есть захоронение жертв Титаника. Представляешь? То есть, с середины океана можно достать тела, похоронить. А из полутора миллионов одно тело нельзя откопать за сто лет? Камрам, эти тела, очевидцы, очевидцы, пишут, что эти тела, вот, они бухнулись, бухнулись, те, которые бросали в Черное море. Забухнули, забухнули, правильно я скажу на русском? Очевидцы. В пустыне люди видели, есть тоже очевидцы, очевидцы есть, они видели. Я это понимаю, у вас в Ереване собираются поставить самую большую статую Иисуса Христа, а пойти в Турции или где-то в сирийской пустыне с сирийцами, с кем у вас бомбовые отношения, откопать не останки одного человека вы не можете? То есть Иисуса самого большого поставить можно, а откопать одного армянина нельзя? Люди через тысячелетия откапывают останки. Тысячелетия. Есть, 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 есть вопрос в этом. Нашли, есть. Нашли, провезли, несколько провезли.